Всем большой привет ребята! Спасибо за просмотр на мой канал и сегодня я снимаю для вас видео о том, что же нужно для приезда кролика в дом. Ну что ж, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первое, о чем вы должны позаботиться, где ваш кролик будет жить, конечно же, это клетка. Если вы живете в своем доме, можно купить кролику вольер и тогда его совсем не нужно будет выгуливать. Можно даже отделить целую комнату, если, конечно же, есть желание. Также не менее важные вещи, это, конечно же, аксессуары клетки. Сенник, кормушка, поилка и так далее. Мы с вами начнем с кормушки. Кормушки бывают самые разные. Керамические. Выбирайте кормушку кролику такую, которая будет вам удобна. Я вам советую взять либо металлическую, либо вот такую керамическую. Керамика мне нравится больше всего, потому что, во-первых, можно в любой момент достать, кролик ее не перевернет. Единственное, что может сдвинуть, потому что у меня буси, а есть где буси. Поэтому, ребят, если что, не удивляйтесь. Вот, берите кормушечку такую, чтобы ваш кролик не мог ее сдвинуть. Вот, и чтобы она подходящего была размера, чтобы могло поместиться 25 грамм корма сюда. Вот. Второй вариант кормушки, это вот такая вот пластмассовая. Пластмассовую кормушку я вам не рекомендую брать, потому что она легкая, кролик ее таскает. Я когда буси в ней давала салаты, буси постоянно просто сверху что-нибудь покушала, начала переворачивать. Вот и весь салат, и кормушка тоже оказывались у нее на туалете. Поэтому пластмассовые кормушки очень удобные и непрактичные. Но долго вам их не хватит. И последний вид кормушек, это вот такая вот металлическая. Это самая первая бусина-кормушка. Вот, она тоже удобная, только в том случае, если вы будете делать специальные прутики дополнительные и креплять за клетку. Тогда она будет удобна. Кролик тоже не сможет ее перевернуть. А так, если ставить просто, то она тоже легкая, и кролик с легкостью сможет ее перевернуть. Это все виды кормушек. Я вам сказала, какие я советую брать, какие не советую. Самые популярные, практичные и удобные кормушки из керамики. Их больше всего берут, и они как бы удобнее всех. Поэтому, ребят, смотрите по вашему выбору. Но я вам больше всего советую керамику. И так, теперь давайте перейдем к паилкам. Паилки бывают двух видов. Это стеклянная и пластиковая. Пластиковая паилка удобна только тем, что если вы ее нечаянно уроните, она не разобьется. Может только треснуть, и то малая вероятность. Потому что первая моя паилка треснула не сразу, как я только ее первый раз уронила, а спустя два года. Да, ребят. Та паилка у меня долгая была. И, кстати, она мне хорошо понравилась. Фирма та была у меня фламинго. К сожалению, сейчас такой фирмы нету, и это очень печально. Эта паилка у меня от фирмы Трикси. Она на 250 мл. И я ее как бы еще ни разу не роняла, и надеюсь, что она мне долго прослужит. Потому что паилки найти вроде бы как и легко, но у меня было уже две паилки, которые просто вроде бы, смотрите, да, нормальные, все, шарик работает. Но кролик не может с нее пить, потому что шарик не идет, воздух не подступает, и вода как бы не идет. Поэтому, ребят, с паилками тоже много проблем. Стеклянная паилка, она более практичная, удобная, и вам ее на долгое время хватит. Но это, конечно же, если вы ее не уроните, потому что если уроните, она разобьется, и все, как бы паилки не будет. Но стеклянная паилка, она как бы удобнее тем, что она вроде бы как удобнее, лучше материал. Вот, и я вам, скорее всего, советую, да, советую вам лучше стеклянную паилку, но будьте очень осторожны. В принципе, я могла взять и стеклянную, я, кстати, над этим думаю. Вот, возможно, в скором времени у меня будет стеклянная паилка. Следующее, к чему перейдем, это сенники. Сенник можно и не покупать, но, ребят, я вам очень хорошо советую сенник взять, потому что вы не представляете, как это удобно. Раньше у меня сено просто лежало в уголку рядом с кормушкой, вот, но это было очень-очень неудобно прям, потому что бустя моя разносила просто это сено по всей клетке, даже на туалете, потом на туалете это ела, и это очень-очень все не очень хорошо, как бы, вот, поэтому, ребят, очень советую вам взять сенник. Он и недорого стоит, и, как бы, по своим качествам очень удобный. Ребят, я вам хочу сейчас показать одно милашество, немножко отвлекусь, посмотрите. Да, вот такая моя буси. Сидела-сидела, и я решила поспать. Вот. В общем, ребят, ладно, давайте не будем отходить от темы. Сенники бывают самые разные, то есть бывают вот такие вот, они сплятся с уличной стороны, вот такие, как квадратненькие, такие прямоугольные. Они удобны тем, что кролик, как бы, не стучит этой, вот этим вот соорудением в клетке. Вот, но, как бы, висит с внутренней стороны, вы просто положили сено, и с стороны клетки, вот здесь вот, сено есть, и кролик его кушает. Второй вид, это вот такой вот, вот, кругленький. Он удобен тем, что... Так, Муся, загораживает, не тут кадр. Вот, она удобна тем, такая сенница, что, вот, как бы, кругленькая, цепляется со стороны клетки внутри, но единственное, чем она неудобна, тем, что, когда кролик кушает, например, вот, мало сена, он пытается доставать, и она вот таким вот образом ночью стучит, вот так вот. Вот. Это тоже неудобно. Поэтому, смотрите сами, я вам больше всего советую сенник, который у меня стоит вот здесь, вот. Вот. Также хочу показать вам применение правильное. Вот здесь вот внизу, вот здесь вот, есть такой бортик вот здесь, ну, как бы, у сенника, он прямо идет, и там есть небольшой отступ. Его нужно заправлять вот сюда, вот, под край клетки, вот сюда, и тогда сено снизу не будет высыпаться. Я решила уже эту проблему, потому что, когда, ну, якобы, не умела им пользоваться, таким сенником, и у меня получалось, что неудобно, и я им не пользовалась. Но сейчас я поняла, как это удобно, и можно даже не вешать в буси ее круглый сенник, который мы изначально купили. Итак, ребят, из самых главных аксессуаров мы с вами разобрались. Также можно купить домики, лесенки и тому подобное, но я считаю, что для декоративного кролика они не нужны. Почему? Потому что у меня буси такая, как бы, не мелкая, вы сами это понимаете. Ну, все декоративные кролики не мелкие. У меня буси, например, декоративный кролик породы Баранчик. Они весят от 3 до 4 килограмм. А буси у меня весят 3 килограмма. Также есть декоративные веслоухие кролики-баранчики. Они очень мило выглядят и тоже такие прикольные. Вот. И для них, как бы, ну, домики не нужны. Если, конечно, у вас вольер, то тогда да, тогда можно взять домик. И такие, чтобы были побольше. Вот. Я хотела буси купить домик, но подумала, что он не нужен. Почему? Потому что, как бы, клетка хоть и большая, но не настолько, чтобы там понаставлять много домиков, лесенок и так далее. Буси здесь и так хорошо. Она в любой момент, я к ней подхожу, открываю вот эту дверку, она сама ее может открыть, потому что она очень легко открывается. И она, как бы, сможет выйти сразу же погулять. Поэтому, в принципе, если у вашего кролика самая такая, очень такая большая клетка или вольер, то тогда да, можете взять для декоративного кролика домик и лесенки. Вот. Что касается карликовых кроликов, это да, конечно же, им уже можно, даже нужно купить домики, домик один, вот, либо лесенки, там бывают такие домики, как совместные, то есть лесенка и домик, я вам вставлю фотографии все, вот, и получается, что, ну, как бы им, да, им нужно. Если, например, так как и у меня, то карликовому кролику здесь будет просто уйма места, и все будет супер-пупер-класс. Но я считаю, что для декоративных кроликов домики и лесенки не нужны. Теперь давайте перейдем к такой распространенной теме, это еда. То есть, что же дать вашему декоративному кролику, как корм, сено, минералы и соляные камни. Также лакомство, в общем, все то, что касается еды. Это просто, может быть, абсолютно разные варианты, то есть и кормов, и вообще все еды. Начнем с кормов. У Буси корм от фирмы Lolo Pets, это корм супер-премиум-класса. Также я вам советую корма, которые супер-премиум-класса и премиум-класса. Из этих кормов, это VitaPol, VitaCraft, Versailles Laga, Lolo Pets, возможно, есть еще какие-то, например, Crispy Muesli, также еще какие-то там есть, тоже, по-моему, от Versailles Laga. Вот. Я вам советую посмотреть, ну, спросить у продавца в зоомагазине, какие корма премиум-класса или супер-премиум-класса, потому что я не все корма знаю, которые есть. Вот. Я знаю только те корма, называю, которые есть именно у меня в городе. Вот. Поэтому, как бы, какие есть еще корма, их, я знаю, что их очень-очень много, очень много разных вариантов, поэтому выбирайте сами. Но я вам рекомендую супер-премиум или премиум-класса. Эконом-класса корма я вам не советую покупать. Почему? Потому что в них много зерна, что плохо для кролика. Зерно, конечно, нужно давать кролику, но в небольших количествах. А если в корме просто куча зерна, как, например, в фиесте, в природу, в коктейли и еще в каких-то там, то это просто, ну, как бы, не очень так хорошо. Тем более там мало витаминов, таких полезных веществ очень мало и больше таких, как бы, ненужных вещей для организма кролика. Ну, хотя, если у вас, например, нет специальных таких больших средств, чтобы купить супер- или премиум-класса корм, то купите корм, например, эконом-класса. Также купите дополнительно семечки, кукурузу, разные арахис, сушеные фрукты, горнуляты. Все это смешайте к корму эконом-класса и, в принципе, получится такой неплохой, в принципе, корм. Это тоже, как бы, вариант корма. Это вы уж не смотрите сами. Можно просто купить эконом-класса корм и сделать с разными добавками просто корм великолепный. Это уже, как бы, вам решать, что ваш кролик будет кушать. И сено. Сено можно брать абсолютно любое. Здесь уже нету, абсолютно нету ограничений. Люцерна, клевер, луговое, с добавками, например, с разными, как я бы усебрала. Просто все сено классное. Сейчас в нашем городе появилось сено от фирмы Lolo Pets, как и корм бусин. Он, кстати, классное, очень просто классное сено, но мне понравилось. Ну как, мне понравилось оно, потому что польское оно, а если польское, то это класс. Вот. А бусину понравилось по составу. В принципе, в сене нету ничего плохого, то есть сено и сено. Трава взяли, посушили и в пачку. Все. Вот. Также можно, например, делать самим сено. Это срезать траву, сушить, либо просто подвяливать немножечко на солнце. Вот. Также есть вариант давать... Ну, сено обязательно должно быть. Также к сену можно прибавлять обычную свежую траву, свежевыращенную. Я бусин, например, ращу траву на подоконнике. Она у меня все стоит. По поводу разных солей. У Буси вон висит, вот там вот висит солька. Вон она. Вот солька. Она у меня коричневенькая. Вот. По-моему, от фирмы 8 в 1. Это классная фирма. По-моему, про фирму 8 в 1 я слышала очень много хороших отзывов. То, что она хорошая. Вот. У многих блогеров разных, которые снимают про животных. Вот. И также вообще в интернете читала, что 8 в 1 фирма хорошая. Поэтому, когда я нашла ее в нашем городе, вот это просто. Я была вообще очень рада. Вот. Буся работает на камеру. Ладно, шучем. Да. Это моя Буся. Это уже второй раз. Ей нравится, походу. Вот, ребят. Также по поводу разных, например, там минералов. Минералы обязательно должны быть. Вот. Например, у Буси вот такой вот минерал. Вот. Вы видите его? Вот он. Вот. Вот здесь вот. Вот такой минерал бывает разный, с разными добавками. Пусть, например, вот этот минерал, он, по-моему, да, он был с морковкой сушеной. Вот. Можно купить разный обычный минерал, просто какой-нибудь. Минералы, ну, такие они разные. Есть также такие, например, маленькие, да, квадратненькие, но стоят таких немалых денег. А есть большие, но стоят, например, мало. Которые большие, стоят мало. Это значит, что они не очень качественные, которые маленькие и стоят таких приемлемых денег, то значит, это хорошие минералы. Вот этот бусин минерал стоил, по-моему, до 40 гривен. Это нормальная цена для минерала. Также есть, как бы, минерал один от фирмы тоже Lolo Pets, тоже с добавкой сена. Он стоит вообще 50 гривен маленький. Вот. Но мне кажется, что это совсем они уже загнули на такую цену. Есть такие минеральчики от разных фирм природа там. Вот. Они стоят по 20 гривен. В принципе, тоже нормальные минералы. Ну, в принципе, вот про еду это все. Что касается лакомств, это вы уже решайте сами. То есть, будете давать ли вашему грузу лакомство или не будете. Я обычно даю лакомство. То есть, главное, чтобы у них был хороший состав. Если, например, в составе есть что-то, например, жиры, то это лакомство нужно давать не чаще, чем один или два раза в неделю. Очень часто давать лакомство нельзя, потому что, ну, как бы, они, в принципе, ничего не полезны для животного. Единственное, что может быть просто вкусненькие, как бы, для питомца. Ими можно, кстати, дрессировать кролика. И, в принципе, вот разные вариации можно придумать, поэтому вы решайте уже сами. Итак, ребят, давай теперь поговорим с вами про наполнитель. Куда ваш кролик будет ходить в туалет? Можно купить наполнитель гранулированный. Вот, он выглядит примерно вот так. Вот сейчас я вам покажу. То есть, вот такие вот гранулы. Вот такие гранулы обычные. Вот такие. Либо же можно купить опилками. Опилки это такая, как стружечка. Вот, вот такие, как стружка, опилки. Вот. Сейчас я вам расскажу. Я, например, пользуюсь опилками, то есть смесью стружкой и гранулятами. Такой вариант мне нравится больше, который я выдумала. Почему? Ну, потому что, как бы, опилки гранулированные, они хорошо, как бы, так, ну, впитывают, а опилки, которые стружкой, они просто очень хорошо удаляют запах и будут пахнуть, например, тем наполнителем, который вы купили. Хвоя, например, да? Вот. И они тоже, кстати, хорошо впитывают. Поэтому я придумала такую, ну, как бы, смесь. Если не читая моей смесью, то я бы вам посоветовала опилки гранулятами. Почему? Потому что они вроде бы как удобней, да, неудобней. Потому что, ну, если ваш кролик будет их разбрасывать вокруг клетки, то их можно будет собрать руками или просто подмести. Но если это будут опилки стружкой, если ваш кролик стоит на ковре, клетка кролика стоит на ковре, то это всё, ребят. Просто ставьте рядом с кроликом пылесос и всё. И просто пылесосите. Вот. Поэтому лучше всего, конечно же, грануляты. Также есть такой вариант. Можно купить туалет специальный. Уголом продавался. Когда я Бусю покупала, нам хотели продать туалет, но мы говорим, нет, не надо. Не нужно нам. У нас была тогда и так маленькая клетка, поэтому говорим, нет, спасибо, не нужно. Не надо, короче. Вот. И всё, ребят. Мы с того времени пользуемся только вот таким вот образом наполнителя. То есть просто сыпем в один угол клетки, где Буси обычно привыкла ходить в туалет. И как бы всё. Туалет я не собираюсь покупать. Вот. Ну, вы, в принципе, можете купить. Что касается игрушек, игрушка должна быть в клетке у кролика, но не нужно много. То есть одной игрушки, например, или хотя бы две будет абсолютно достаточно, с головой. Вот. Ну, в принципе, это вообще, ну, не обязательно, по вашему желанию, но я вам советую всё-таки купить хотя бы одну игрушку кролику, чтобы ему не было так скучно, если он живёт один в клетке. Вот. Ну, в принципе, это всё. Я вам рассказала, что же нужно для приезда кролика в дом. Также обязательно, ну, например, можете купить шлейку, чтобы гулять с кроликом. Да, ребят, также я чуть не забыла про самое главное. Это, конечно же, чесалка. Это уход за шерстью, чесалка и когтеточка. Ой, когте резко. Это обязательно нужно, потому что шерсть вычёсывать нужно кролику. Она как бы линяет, кролик линяет. И в то время, когда линька, нужно вычёсывать кролика, чтобы шерсть, которая уже как бы отмирает, которая линяет шерсть, она просто, чтобы вы её вычёсывали, и она не оставалась на коже, и не появлялась перхоть. Когтеточка, когтеточка, боже, пристала. Когтирезка нужна для того, чтобы... Вот, когти кролика, да? Сейчас я вам покажу. Бусиня, как раз, на руках сидит. Пока Бусиня на руках, можно вам и показать когточки. Вот. То есть, когтирез нужен для того, чтобы постригать когти кролику. Вот. Сейчас я вам ещё сфокусирую более так. Вот. Вот. Чтобы постригать когти кролику, потому что когти у кролика растут довольно быстро. Вот. И нужно их обязательно постригать. Поэтому, ребят, в принципе, на этом уже всё. Я вам рассказала, что же обязательно должно быть в клетке у кролика, и что обязательно нужно купить. Вот. Поэтому, ребят, надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, также подписывайтесь на нашу официальную группу ВКонтакте. Кстати, итоги конкурса будут известны либо завтра, либо послезавтра. И всем до новых встреч, увидимся с вами очень-очень скоро в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.